Сегодня в рядах тех, кто помогает мобилизованным и добровольцам уже тысячу человек. Жители Вуктыла собирают деньги на второй тепловизор, школьники из Инты отправляют солдатам письма, швейные фабрики Сыктывкара передают на линию огня спальные мешки и теплую одежду, а дачники – сушеные ягоды для защитников, чтобы те не болели. Объединилась без преувеличения вся республика. О народной поддержке и неравнодушии Анна Зубарева. Здравствуй, дорогой и уважаемый солдат. Я обычная девочка, учусь в гимназии номер 3, в 4 классе в городе Инте. Я хочу сказать тебе спасибо за твою смелость, за то, что ты нашел в себе мужество пойти нас защищать. Индинские школьники пишут о самом важном – о любви и гордости. Они ждут своих защитников, мужество которых – пример для подрастающего поколения. Мастерицы северного города присоединились к акции по вязанию вещей «Оденем солдат в теплое». В носки и перчатки они вкладывают иконки и записки с добрыми словами от ребят. Мы попросили горожан приносить готовые изделия, а также шерсть для вязания теплых вещей. Носочков, перчаток, варежек. Горожане откликнулись охотно. Первую партию уже отправили бойцам через ДСААФ. Каждый комплект бережно сложили по пакетам. Больше всего пока носков. Это чтобы ноги солдат были сухими, всегда в тепле. Но вяжут и приносят еще перчатки, шапки, шарфы, кофты. Это тревожное время, а я думаю, что мы на своих местах делаем все, что каждый может. Присоединилась к помощи солдатам из Игдевкарская швейная фабрика. Эти женщины встали за станки в свой выходной в 7 утра и трудились до самого позднего вечера. Защитники отечества получили тысячу шарфов, рукавиц, шапок и сфлиса. Все серого цвета, но разных размеров, чтобы согрет был каждый. Работали естественно мы и субботу, и воскресенье. И пришлось нам удлинить рабочий день. Но девчата все согласились, потому что это для наших ребят, для поддержки наших защитников. Больше всего времени у швей заняли рукавицы. На их крой ушло 2,5 дня. А занималась имя треть коллектива. Это самая сложная работа, которая требует почти ювелирной точности. Полина делала это уже не одну сотню раз, но в этот раз чувства особенные. За станком думает о тех, кто сейчас на передовой. Конечно думали о мужчине, да, с теплоты, саботы наших, наши мужчины. Да, работу, субботу, в воскресенье, как все. Ну, мы все с пониманием вышли, понимаем, для чего это делается и что у нас в стране происходит. 1300 комплектов нательного белья, кальсоны и спальные мешки подготовила уже другая швейная фабрика Сыктывкара. Готовые изделия отправлены в учебные части, где проходит боевое слаживание. В рядах тех, кто помогает нашим мобилизованным и добровольцам. Тысячи человек. Одежду, лекарства, продукты питания приносят в том числе в штаб Народного фронта. Здесь у нас ноутбук для ребят из учебного центра. Далее. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Десять пар шерстяных носков. Тут же и сушеные ягоды, которые скоро отправятся на линию огня. Как осенью без витаминов переживают дачники. Обычные жители коми, бизнесмены, госструктуры, ветераны, волонтеры и общественники. Каждый день к акции «Все для победы» присоединяются новые участники. Есть примеры, когда ежемесячно одна и та же бабушка приходит и с каждой пенсии приносит тысячу рублей, для того, чтобы ребята могли закупить в рамках нашего фонда «Все для победы». Могли закупить какую-то необходимую экипировку или еще какие-то вещи, которые необходимы. Рации, батарейки, элементы питания. Приносят также носки, сами вяжут люди. То есть каждый человек, какую помощь может оказать, он ту капельку вносит, для того, чтобы на передовой ребятам было немножко легче. Поддержать военных стало еще проще. Появился QR-код, который помогает за пару секунд переводить денежные средства на каски, бронежилеты, шлемы, спальники, технику. Все то, что поможет сохранить здоровье и спасти жизнь мобилизованным. Сами вещи можно принести в офис ОНФ в Сыктывкаре, это улица Бабушкина, дом 4. В стороне не остался и Вухтыл. Жители собрали деньги на тепловизор для своих земляков, которые сейчас несут службу на Херсонском направлении. Необходимую сумму 120 тысяч рублей собрали в кратчайшие сроки. Устройство, которое, как глаза военных в темное время суток, уже доставлено на передовую и передано бойцам. Уважаемые жители города Бухтыл, от всех военнослужащих с передовой говорим вам огромное спасибо за вашу поддержку. Ваша поддержка бесценна. Мы знаем, что в Ухтылце не в первый раз проводит подобные акции в поддержку нашей армии. Вот и сегодня вы подарили нам тепловизор, с помощью которого мы спасем много жизней наших ребят. Интересно то, что в Ухтылце продолжают перечислять деньги даже после того, как сборный тепловизор был закрыт. И это еще раз доказывает, в КОМИ сильная народная поддержка. Не на словах, а именно на деле. Поддержка, которая так необходима нашим ребятам. Продолжение следует...